Среда. Утром на Енисею. Я Сергей Богатский. Доброе утро. Милые женщины, завтра 8 марта. Естественно, вам надарят всякой красоты. В горшках в том числе. В горшках дарят мужчины, которые думают, что женщина будет за ними ухаживать. И эта красота у них будет дома вечно. Но как же они ошибаются? Потому что эта красота очень недолговечна. И я уверен, что основная масса растений из горшков отправится в мусорное ведро через какое-то время, если не ухаживать правильно. Во-первых, его нужно хорошо осмотреть. Корневая система здесь хорошая. В одном горшке я вижу здесь посажено как минимум три куста хризантемы. Это говорит о том, что впоследствии мы можем их рассадить. Судя по всему, этот горшок приехал к нам не из Голландии. Скорее всего, он все-таки российского производства. Потому что грунт является именно грунтом, а не транспортировочным. Грунтом, который совершенно легкий, в котором нет земли, здесь есть земля. И поэтому это растение в этом горшке может какое-то время пожить. Но мы не будем испытывать судьбу, и мы его пересадим в более просторный для него горшок. Разделять на три растения я сейчас его не буду. Я это сделаю весной, уже непосредственно в саду. Так, мы примеряем в этот горшок. Значит, нам нужно добавить грунта. Пересидеть он, по сути, должен буквально два месяца. В мае он отправится в сад. Хризантемы не любят замокания. Поэтому полив, особенно вот в наше зимнее время, незначительный должен быть. Мы обсыпаем, добавляем грунт в наш горшок. Я вам хочу сказать еще, что хризантема дико не любит воздух квартиры. Поэтому ее нужно разместить в самом прохладном месте, которое есть у вас в квартире. Это может быть холодное окно. Тогда она хотя бы подсветет, тогда она хотя бы не будет жалтеть. Главное, обжать края горшка, чтобы при пересыхании у нас почва не отделялась от горшка. Осталось это полить. А поливать мы будем обязательно водой с фитоспорином. Кроме того, эту хризантему можно еще и зачеренковать. Вот сейчас взять. Мы берем, отрезаем вот такой черенок. Убираем нижние листики. Убираем цветоносы. Можно его, конечно, обмакнуть в корневин. Но лучше этого не делать, потому что можно сжечь корневином вот такое маленькое растение. Ну а далее нужно это закрыть все совершенно спокойно, прозрачным стаканом, стаканчиком, чем угодно. И вот так в закрытом виде он будет стоять недели 2-3. По крайней мере, даже мы не будем его проветривать и открывать, потому что нужен как раз именно парниковый эффект для хризантемы. А в нашем случае, пока не появятся из пазух листьев, новые молодые растения. Ну вот и все. Ну а если ваши растения после 8 марта в горшках, это розы, хризантемы, начнут загибаться, и вы не будете знать, что с ними сделать, привозите их в телекомпанию НИСЕЙ. Мы будем их спасать вместе с вами. Это были 3 минуты о загородной жизни. Сергей Богатский. Пока. Субтитры подогнал «Симон»